В студии у микрофона Максим Курников и вместе со мной в студии журналист Антон Красовский. Здрасте. Вы следили за историей Мамаева и Кокорина? Ну, конечно, я следил за историей Мамаева и Кокорина. Как вам? Невозможно за ней было не следить. Мне кажется, футболисты сделали все для того, чтобы за ними следили буквально все граждане России. Смотрите, ну я, как и абсолютно подавляющее большинство русских людей, возмущен. И в то же время возмущен, конечно же, абсолютно наглостью и привычкой к безнаказанности, которая выработалась не только у конкретно Кокориной, не только у конкретно Мамаева, а вообще у огромного количества людей, которые так или иначе известны и знамениты и богаты, и имеют богатых покровителей и поклонников. Но в то же время я хотел бы... Я сам себя как бы от этого предостерегаю и всех остальных тоже пытаюсь вернуть в какие-то человеческие берега. Вот сегодня стало известно, что главное следственное управление обвиняет их по статье 213, часть 2. Вторая – это хулиганство по сговору. И ведь никто не понимает, что такое хулиганство по сговору, да, по Уголовному кодексу Российской Федерации. Хулиганство по сговору по Кодексу Уголовному Российской Федерации – это до 7 лет срок. И применяется оно следующим образом. Что такое хулиганство? Это вот не пойти и набить кому-то морду. Хулиганство – это вот, например, ты сидишь, ненавидишь, например, евреев или геев, или, например, христиан, или женщин. И идешь, например, берешь биту бейсбольную, идешь, например, в синагогу или в какой-нибудь там НКО, которая занимается помощью ЛГБТ. И вот ты приходишь с этой битой в синагогу, разбиваешь всю эту синагогу, а вместе с этим еще наносишь увечья, скажем, пяти молящимся, и уходишь. И делаешь это все на почве натурально, межнациональной, религиозной ненависти и так далее. А вот вторая часть – это если ты еще, как они сейчас обвиняют, по предварительному сговору. Это значит, что Мамаев и Кокорин, мало того, что сидели и договаривались, например, за день до этого, когда они сидели и договаривались, по мнению следствия, мы сейчас должны найти какого-то корейца, потому что мы с тобой ненавидим корейцев, обязательно будем использовать стул, нам очень нужен стул, то есть место нужно со стулом, чтобы использовать стул в качестве оружия. И мы должны вот так нагло, бесцеремонно и не скрывая свою ненависть именно по отношению к корейцам, произвести хулиганские действия, общественно опасные. Вот как бы в чем сейчас обвиняют футболисты. Мы же понимаем с вами, что это не так, что это просто пьяные, бессмысленные парни. Но, тем не менее, их действия были неоднократными, и мы видим, что никто друг друга не останавливал, и они были компанией. И это, так сказать, под статью о предварительном сговоре и хулиганстве по отношению к какой-то группе лиц совершенно никаким образом не ложится. То есть они, вне всякого сомнения, совершили бесконечное количество противоправных действий. И вне всякого сомнения, то, что они совершили это преступление, но самое важное в плане общественного порицания понимать, что мы ведь с вами добиваемся справедливости. Так. И вообще, возмездие, оно должно быть справедливым. Возмездие, и когда мы с вами говорим о возмездии и о суде, и это, между прочим, задача не государства. Это задача общества. Без общества государственный суд не будет справедливым. Вот должен быть запрос на эту справедливость. Так вот, справедливость – это не значит казнить человека, который украл четыре колоска. Вот это несправедливость. Справедливость – это не значит посадить на семь лет двух пьяных мужиков, которые, значит, залили что-то, так сказать, огромным количеством бухла и пошли буянить. Если только бухла. Это давайте там следствие будет определять, но тогда это точно не 213-я будет, а 228-я статья, если там будут наркотики. Но это другая статья. И опять же, поскольку я все время говорю про декриминализацию 228-й статьи, они точно совершенно, даже если что-то там употребляли, они не торговали этим. То есть, они не распространяли эти наркотики. Так вот, если мы говорим о справедливости, мы должны говорить о том, что справедливость должна распространяться на всех и не должно быть какого-то количества показательных процессов. Ведь кто сейчас требует особо яро, особо яро требует сейчас показательного процесса над Мамаевым и Кокориным. Те люди, которые громче всех кричали, мы не можем позволить показательного процесса над Михаилом Ходорковским. Почему Ходорковского посадили так надолго? А ведь это был ровно тот же самый принцип показательности. А когда государство приняло решение о несправедливом суде, а о показательном, и вот сейчас образованная часть общества, особенно образованная часть общества, требует именно того же, только по отношению к этим футболистам. Именно показательного процесса. Так вот, если вы посмотрите правоприменение по конкретно таким вот совершенным противоправным действиям, как у этих ребят, да? Там никогда не будет 213 статьи. Вообще в природе ее быть не может. Потому что они, еще раз говорю, не брали бейсбольную биту, не врывались в синагогу, не наносили пять увечий и не разбивали там алтарь. И никакого предварительного сговора там точно нет, потому что они не организовывали группу ВКонтакте, где договаривались о том, как они встретятся сейчас у этой синагоги с этими битами, пойдут там всех убивать. А мы говорим о том, что вот по этому самому, по этим самым противоправным действиям, по этим самым преступлениям совершенно другие статьи применяются. Действительно, в том числе и побои, и, так сказать, 167 статья там с порчей имущества. Много чего, да? И это никогда не бывает 7 лет. Но даже, вот секундочку, все люди, которые говорят про 7 лет по этой статье, это ведь 7 лет это самое тяжелое применение. Не, ну это совсем, да, это экстремально. А вот, например, там у этой статьи, конкретно 213 часть 2, есть наказание, которое называется 3 или 4 годовых дохода. Вот я вам советую посмотреть годовые доходы Мамаева и Кокорина, и вы поймете, что один из них, даже если мы будем не на 4 года, а на 3 года штрафовать, один из них лишится 10 миллионов евро, второй 7 с половиной. Вас устроит такой приговор? Мне кажется, более чем. Да, за пьяный дебош в недешевом московском кафе. Если бы человек, на которого они напали, по крайней мере, о том случае, когда он стал известным первым, не оказался крупным чиновником, мы бы узнали об этой истории? Конечно, узнали бы об этой истории. А в чем? Там была другая история, там проблема другая, другая. Мы бы, конечно, узнали об этой истории, у нас не было бы, наверное, вот этого видео, которое водитель, ну, на самом деле, конечно, никакой не водитель, а, видимо, ФСБшники прямо вынули из кофемании и показали тут же на Мэше, да, или на Лайфро, где там это все послучилось. Но я абсолютно убежден, что мы бы, конечно, это увидели. Но, слушайте, это не проблема сейчас при нынешних системах коммуникации. Еще раз говорю, осуждают их как раз не за то, что они били чиновника, а за то, что это они били. Именно вот они, которых и так все ненавидят всегда за то, что они богатые, играют плохо, ну, правда, в общем, плохо, по-моему, и при этом там летают на частных самолетах, устраивают какие-то пьянки в Монте-Карло и так далее. То есть они такие, анфан-терибль, оба русского футбола, который на волне мирового чемпионата сейчас хоть как-то начал подниматься в глазах народа. То есть вы считаете, что это просто удобные жертвы для канализации общественного гнева? Нет, нет, я не считаю вообще ничего про канализацию общественного гнева, про удобных жертв, неудобных жертв. Общественный гнев, как и любая другая общественная реакция, в 2018 году, и к власту совершенно ни при чем, они из самых простых людей, довольно быстро канализируются в другие вещи. Вчера все думали про Кокорина с Мамеем, а сегодня уже всем интересен взорвавшийся русский ракет-носитель. Я говорю о справедливом суде, это очень важно. Я говорю вообще о справедливости возмездия. Я хочу, чтобы это было услышано, это самая принципиальная вообще вещь. Не должно быть никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в одной точке нашей страны никаких показательных процессов. Любой показательный процесс, над кем бы он ни совершался, по какому бы принципу в этом процессе ни судили, любой показательный процесс, это всегда процесс несправедливый. И таким образом мы, как общество, сами себя решаем, лишаем справедливого суда, требуя вот этого несправедливого возмездия. Параллельно с этим произошла история, как молодой чеченец бросил банку с криками «Ахмад сила», тут же выступил Рамзан Кадыров, призвал извиниться. И мы видим уже видео от чеченца, который говорит, да, руководство республики сказал мне извиниться, я извинился. Это одна из самых популярных историй сегодня на сайтах Москвы. Я ничего не знаю. Тем не менее. Куда он бросил банку? В другого человека. Ну, бросил. И извинился после того, как его отдернул Рамзан Кадыров. Хорошо, хочу сказать, Максим, что берите пример с Рамзаном Кадыровым. Я как раз вас хочу спросить. Это такой урок по пиару, как нужно вести себя? Я вообще не хочу комментировать отношения чеченцев с Рамзаном Кадыровым. Я считаю, что я в этом смысле реалист, а не сторонник российской государственности. Я считаю, что чеченцы должны сами разбираться. С таким же успехом вы могли мне иранцев просить прокомментировать. Окей, после паузы продолжим. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артелиай» представляют программу «Особое мнение». Тогда я вас спрошу про Петрова и Баширова, которые, судя по всему, оказались Мишкиным и Чепегой. Вы на чьей стороне в этой дискуссии цеховой о том, можно или нельзя разоблачать людей, которые работают в ГРУ, если ты российский журналист? Мне кажется, там все-таки немножко другая была какая-то история. Там посыл, собственно говоря, в этой, опять же, очень внутри цеховой дискуссии совершенно, мне кажется, непонятной слушателям, о чем идет речь. А речь идет о том, о чем начал писать Олег Кашин и многие другие журналисты, в частности Екатерина Винокурова, о том, что его посыл очень простой. Что у меня огромное количество претензий к российскому государству, но решать мы их будем точно совершенно не за границей, эти претензии. Вот. И в этом смысле мне вот эта позиция очень близка. И я, собственно говоря, все время, исходя из этой позиции, сам и выступаю. То есть, я считаю, что я точно не буду находиться на стороне грушников, заказных убийц и так далее. Но в разговоре между, скажем, ГРУ и МИ-6 я буду находиться на стороне ГРУ. Раскрыть настоящее имя сотрудника ГРУ – это быть на стороне МИ-6 или нет? Давайте вообще руку на сердце положим. А вы, правда, считаете, что это журналистское расследование, что ли? Вы считаете, что журналисты там расследовали, что ли, что-то? Они каким-то образом журналистским получили эти документы, что ли? Больше, чем через час у меня будет как раз в гостях журналист, который... Король, я же получил. Да. А я считаю, что это вообще внутрикорпоративная российская борьба между одной спецслужбой и другой спецслужбой. Между спецслужбой военной и спецслужбой невоенной, тоже разведывательной. И никакие журналисты, никаких таких документов, которые они там вываливали, и в том числе в западной прессе, без участия другой спецслужбы, российской, получить не могли. И если вы заметите, как вообще сейчас реагируют, так сказать, мировые, так называемые, это вообще мировая общественность, говоря гру-гру-гру-гру-гру, нигде не говорит аббревиатура СВР. Вот просто вы про это подумайте. И про этих журналистов, которые выполняли... Смотрите, журналисты выполняли свой журналистский долг, вообще по-журналистски работали, во время Ватергейта. Вот когда было понятно абсолютно, источники информации, внутреннее дело, внутреннее преступление, осуждаемое народом вот этой страны в интересах, которые работали вот эти журналисты. Вот это было понятно все. Вот это очень чистый журналистский труд. То есть вы не осуждаете то, что сделали эти... Я просто вам говорю, что это люди, которые просто, так сказать, передали общественности слив из другой спецслужбы. Вот что я вам говорю. Это называется работать на МИШЕСТ или нет? Нет, это называется работать на другую спецслужбу, просто российскую. Может быть, они вообще штатные сотрудники, эти журналисты, которые к вам придут через час. Или, может быть, они там нештатные сотрудники. Так тоже бывает. То есть, журналист, получив эту информацию, честно, не должен был это публиковать. Послушайте, я не знаю, какую информацию он получил. Вы бы получили эту информацию, вы бы не публиковали. Нет. Почему? По разным причинам. Ну, объясните. По разным причинам. Во-первых, я не понимаю, я бы ее получил. А каким образом? Случайно, если бы, по-моему. Забратились бы к вам. Заслучайно бьют отчаяние. Забратились бы. Кто ко мне обратился? Другая спецслужба. Смоделируйтесь. Меня вызвали в Ясенево и сказали. Антон Вячеславович, вы не могли бы как-то опубликовать эти вещи? Я бы сказал. Ребята, давайте вы каким-то образом без меня это опубликуете эти вещи. Потому что я считаю, что таким образом может быть нанесен вред интересам Российской Федерации. И он нанесен. Этот вред нанесен. Он однозначно нанесен. Он однозначно совершенно нанесен действительно настоящий вред интересам Российской Федерации. Другое дело. А нужно... Так сказать, может быть Российской Федерации самой сейчас, самой нужно, чтобы этот вред был нанесен. Может быть Российская Федерация вообще хочет таким образом выглядеть. Может быть Российская Федерация вообще... Вы думаете, что если... Вот я сейчас моделирую ситуацию. Я говорю, что вот это какая-то одна другая спецслужба, а против другой спецслужбы. Это же наверняка все где-то утверждалось. И то, что, так сказать, эти люди появились перед камерами Маргариты Симоновны Симоньян по распоряжению Владимира Владимировича Путина. Прямому распоряжению Владимира Владимировича Путина. Значит, наверное, вот то, как выглядит сейчас Российская Федерация в глазах всего мира благодаря этому событию. Может быть это и нужно Российской Федерации сейчас? Может быть Российская Федерация хотела бы быть подальше от всего мира? Может быть Российская Федерация в нынешнем своем изводе хотела бы быть токсичной для всего мира? Для чего? Для всего мира. Для чего? чтобы поляризовать этот мир чтобы не быть частью вот этого большинства чтобы ее Российскую Федерацию не воспринимали как некую второсортную страну вот так же ровно думает Путин которой можно диктовать свои условия которую можно считать частью нашего большого цивилизованного мира и заставлять при этом очень малозначительной частью, это неоднократно говорилось разнообразными лидерами и Соединенных Штатов и НАТО, и Евросоюза мне кажется, Владимир Владимирович Путин в свою очередь просто от этого уже устал а для того, чтобы поляризовать этот мир надо бесконечно, ежедневно доказывать, что мы не такие, мы вообще другие мы плохие с вашей точки зрения я хочу вашу точку зрения с вашей точки зрения мы плохие для чего? я еще раз вам говорю, для того, чтобы этот мир не поляризовать поляризация, это значит мир перестает быть однополярным и это то, чего хочет вне всякого сомнения Владимир Путин он хотел бы просто невозможно вернуть многополярность будучи миленьким нельзя быть, знаете шоколадным многополярным зайцем так не бывает а в этом смысле Путин в какой-то момент понял я буду таким ястребом и он им стал ну как бы это все началось с 2007 года вам нравится этот план? нет что делать? ну что же мы с вами будем делать мы с вами ничего не будем делать мы с вами будем встречаться в этой студии пока нам будут давать за газпромские деньги это делать то есть те, кто публикует сейчас эту информацию по сути подыгрывают Владимиру Путину я не знаю, кому они подыгрывают может они считают, что они проблема заключается в том может они считают, что они подыгрывают цивилизованному человечеству и мировой правде но в реальности они, конечно, подыгрывают Владимиру Путину и играют в его роль они абсолютно его, абсолютно марионетки в этой игре. Конечно, я не знаю, понимают они, что их используют спецслужбы. Не понимают они, что используют спецслужбы. Являются ли они сотрудниками одной спецслужбы или другой. Я подозреваю, что являются какими-то сотрудниками, честно говоря. Но, так сказать, Ливузи действительно, вот то, что вы называете журналистским расследованием, это не журналистское расследование, это слив... Так называют это Кремль, я цитирую. Он сказал, что это расследование не государственных организаций, поэтому мы это комментировать не будем. Мы не будем дискутировать с журналистами, говорил он. Пока не будет официального заявления по этому поводу, мы ничего говорить не будем. Он, кстати, не говорил, что мы не будем дискутируют. Там фраза звучала гораздо... Ох, я слышал ее лично, поэтому... Она звучала гораздо более интересно, эта фраза. Там была не про дискуссию. И так тоже было сказано. Но неважно, смысл в том, что эти документы получены из спецслужб, вне всякого сомнения. Они не получены из спецслужб. Это обесценивает эту информацию или нет? Это не является больше журналистской информацией, это не является журналистским расследованием. Тем не менее, когда вы увидели это расследование, вы ему скорее доверяете или скорее не доверяете? Это сотрудники ГРУ? Да, конечно, это сотрудники ГРУ. У вас нет никакого разочарования в том, как они выглядят в конце концов, в том, как они себя при этом разоблачили? Максим, я живу в этой стране 43 года. Я вообще не очарован ни сотрудниками ГРУ, ни сотрудниками СВР, ни сотрудниками ЦРУ, ни сотрудниками МИ-6. А почему это должно быть? У вас есть разочарование. А вы что считаете, что какие-то ангелы сотрудники ГРУ, которые там летают? Вы говорили, что там тоже есть хорошие люди, когда вы обсуждали образы, которые были созданы Сергеем Минаевым. Что вот эти люди плохие. А вы, наверное, меня хотите спросить, профессиональные эти люди или нет? Да. Ну, я, слушайте, а вы посмотрите, например, на заседание глав государств НАТО. Вот эти вот люди, они у вас какие чувства вызывают? Дональд Трамп, Тереза Мэй. Вот они у вас вызывают, так сказать, Макрон. Вот они у вас вызывают одинаково приятные чувства? Вам кажется, что это фантастические профессионалы, что ли? Не моя страна, они меня в меньшей степени интересуют. Ну, вот, я бы, может быть, она вас в меньшей степени интересует? Меня, может, она в большей степени просто интересует, как для сравнения. Вообще мир не идеален. И люди, которые в этом мире работают, они не идеальны. Люди, которые работают в спецслужбах, они такие же люди, абсолютно простые. Вот кто пойдет работать в ГРУ ликвидатором? Вот видимо, вот такие вот люди, паспорта которых мы видели из каких-то архангельских деревень, мальчики. Вы говорите о том, что те, кто публикует такие расследования, наносят урон России. А те, кто выдают паспорта с соседними сериями, они не наносят? Конечно, наносят. Так подождите. А кто больше урона наносит? Вы сейчас пытаетесь меня... Значит, еще раз говорю. Давайте мы все-таки начнем с того, к чему я сказал. Я считаю, что это урон России. А при этом этот урон России нанесли не люди, которые это опубликовали, а люди, которые этот компромат слили. Но при этом люди, которые этот компромат слили, как вы видите, находятся не просто на свободе, а этой страной управляют по-прежнему. Да, я не имею в виду Владимира Путина. Я имею в виду, так сказать, других руководителей спецслужб. У нас же нет никакого сейчас корпоративной войны. Да, никого не снимают и не снимут на самом деле. И человек, который возглавляет эту конкурирующую спецслужбу, никуда не денется. Это значит, это государственная задача сейчас такая. Возможно, это вообще все провокация такая специальная. Возможно, не было никакого вообще ничего. А было вот просто... То есть, даже отравления не было, возможно? Слушайте, там же живы люди. Да, но не все. К сожалению, одна из женщин умерла. Возможно. Но у нас есть доказательства у вас с вами, что она умерла из-за того, что она новичком русским отравилась? У меня нет. Ну, у нас много о чем нет на руках доказать. Поэтому, посмотрите. Слушайте, я знаю огромное количество вещей, в частности, о которых я не могу здесь разговаривать. И вообще нигде. И я вас уверяю, что... И вот как бы... Владимир Владимирович Путин же сказал довольно... На нее почему-то так как-то на эту фразу не отреагировали. Эта же фраза была чисто корпоративная. И корпоративная не в рамках отношений СВР, например, ИГРУ, а в рамках отношений его, так сказать, старого разведчика, первого, так сказать, главного управления КГБ СССР, да, и, так сказать, других разведок мира. Что разведки, они как-то там сами живут своей жизнью. Это все бесконечный процесс. Он всю жизнь идет. А люди договариваются, люди не договариваются, люди по сговору зовут каких-то разведчиков, высылают разведчиков. Мы все это прекрасно знаем. Вы правда считаете, что вот приехали эти грушники в Великобританию, и ни одна спецслужба Великобритании не знала, что они грушники, что ли? Тогда у меня вопрос, честно говоря, к спецслужбам Великобритании. Тогда зачем вы нужны? И тогда у меня вопрос, зачем вам платят налоги граждане Великобритании? Но я, честно говоря, считаю, что все-таки после тех вдруг откровений, которые абсолютно очевидно по заказу начали появляться день за днем, о, они приезжали в Чехию, о, мы их даже арестовывали в Голландии, и все это сообщают разные спецслужбы одновременно, про одних и тех же людей. Вам не кажется, что это просто такой натурально-корпоративный сговор? Или это общий просос, то есть, значит, нет вообще больше в мире компетентных спецслужб, ни одной, вообще, в принципе, в природе. Но я, честно говоря, склоняюсь именно к этому, потому что я знаю, как люди пишут отчеты по всем, например, посольствам в Москве, как встречаются эти вторые секретари со всеми разными людьми, а потом вот такие отчеты за 3000 евро пишут. Это просто интересная идея. Нет, я вам говорю, значит, у меня вопрос... Все спецслужбы, которые разблочили кого-то и представили доказательства, вы называете, что они, ну, там, облажались, грубо говоря, а российские спецслужбы, которые, в общем, попались везде... Вы меня услышите, сейчас мы вернемся после рекламной паузы к этому. Услышу обязательно. Говорите с Антоном Красовским, и Антон пообещал закончить по поводу разведок. Вы просто говорите о том, да, что вот, значит, почему я этих осуждаю и этих не осуждаю? Я вам еще раз говорю, я вообще никого в данной ситуации не осуждаю. Я считаю, что, с моей точки зрения, вот услышите, это очень важно, я считаю, что ситуация с так называемым провалом агентов в ГРУ в Солсбери и, так сказать, любая другая сейчас внешнеполитическая ситуация, внешнеполитическая акция России, это все во вред России. Но я считаю, что это все, так или иначе, не случайность, и так или иначе, это все играет на руку тому курсу, который сейчас в России принят. Если вам кажется, что вот они сидят и переживают от того, что вот сегодня русских на какие-то очередные санкции, вот сегодня русских там выгнали из ПАСЭ или там из Совета Европы. Это все вообще как раз находится ровно в том самом ключе, который нынешнему руководству страны очень нужен. И более того, и в том запросе, который у населения сейчас в России есть, у российского населения сейчас именно такой запрос. Российское население хочет конфронтации со всем миром. Коротко тогда. Правильно ли я понял, что то, что происходит с якобы, или с разоблачением, да, российских так называемых грушников, это контролируемый процесс нынешним руководством нашей страны? Да. Хорошо, тогда перейдем к внутренним теперь вопросам. Выборы в Хакасии, судя по всему, не состоятся в том виде, в котором их ожидали. Кандидаты от КПРФ обещают снять через суд. На ваш взгляд, региональные выборы, которые все так бурно обсуждали, а теперь немножко так подзабыли, действительно что-то поменяли в политической ситуации в стране или нет? Ну, поменяли ощущение контроля. То есть, стало понятно, что в Кремле не могут больше абсолютно контролировать ситуацию в России во всех смыслах. И дальше будет только хуже. Интересно, это в другую сторону идет, да? Почему в другую? То есть, мы должны сейчас сконцентрироваться против врагов. Соответственно, врага надо показать отчетливо. И это единственный способ сейчас, концентрация против врагов, единственный способ удержать под контролем ситуацию в России. Вот стало понятно, чем меньше, как только ты отвлекаешься от врагов, тут же ты переключаешься на выборы в свое, и ты никому не нужны, кроме Хакаса в Хакасии. Когда в Хакасии побеждает коммунист, и понятно, что... И коммунист, здесь не важно, что он коммунист, а что он спойлер. Пускай спойлер. А его все равно даже снимают в итоге с выборов и не дают так пройти. Это убивает веру людей в выборы или нет? Или это так, технически? Подождите секунду. Во-первых, веры в людей в выборы даже и не было никогда. Все, что сейчас произошло... Люди не проголосовали за, они проголосовали против. То есть, все вот эти случайные кандидаты, которые победили или едва не победили в разных регионах, это всегда кандидаты протеста. Это протестное голосование. Это не голосование за коммуниста, там фамилию, которую мы не помним. Или там не голосование за кого-то, за ЛДПР в Приморье. Это голосование против действующей власти целиком. Вот целиком. Это протестное голосование. Бедные люди, которые устали от засилья вот этих мордатых чиновников, богатеев, которые ездят по неграмотной, абсолютно разрушенной стране на огромных джипах. Там, ну, как бы, все это прекрасно народ видит. И от этого избавиться невозможно. Поэтому, так сказать, здесь совершенно неважно. Здесь люди не пришли, не поставили галку. Это не вера в выборы. Но, но, вот что действительно напугало власть, это то, что у людей эта вера в выборы могла появиться. Власти как раз не нужна эта вера в выборы. Поймите, это, так сказать, такой показной дипломатический процесс. Пришли, проголосовали, получили своего назначенного из Москвы губернатора. А сейчас выяснилось, что народ может прийти проголосовать и не назначить этого губернатора. И повсеместно, по всей стране стало понятно, что выборы действительно могут что-то изменить. И вот это как раз реально напугало власть. Вот это как раз действительно стало таким триггером для каких-то изменений, которые произойдут во внутренней политике. Они могут быть очень неприятными. Чтобы пересечь две этих темы, я помню последний раз рейтинг Единой России Владимира Путина был таким низким перед Крымом. Потом произошел Крым, и сразу эти рейтинги пошли вверх. Рейтинг Владимира Путина и Единой России, да? Да. По-моему, он не был никогда таким низким. Он был тем не менее ниже, чем после Крыма. Он был ниже, чем 87%, да, там, сказать, после крымский рейтинг Владимира Владимировича Путина. То есть, нам стоит ждать чего-то подобного для того, чтобы ситуация изменилась? Я понятия не имею, я не думаю, честно говоря. Я думаю, что сейчас происходит некий поиск пути, во-первых, и некий поиск выхода из, ну, как бы, такого дальнейшего продолжения. Вот то, что называется почему-то совершенно не непонятным транзитом власти, да, важно понять, что никакого транзита власти не будет. Ваш прогноз был до 2030-го. Власть будет, никакой транзита не будет. Будет бесконечная трансформация одной и той же власти в различных обстоятельствах, да, в различных формах, да, в, так сказать, в этой государственной системе. Поэтому, то есть, условно говоря, Владимир Путин никуда не уйдет. Вот о чем я хочу сказать. Владимир Путин может называться по-другому. Председателем Госсовета, я не знаю, лидером нации, как угодно. Он никуда не денется. Конституционная реформа, о которой заговорили, это как раз об этом. Она будет точно. Она, вне всякого сомнения, состоится. И конституционная реформа, по всей видимости, глобально будет неплохая. То есть, вы ее поддержите, скорее? Я не знаю, что будет в этой конституционной реформе. Но, опять же, изначально, вот, значит, бой, ужас какой. Конституцию сейчас будут менять, кошмар. Значит, друзья мои, у нас очень плохая конституция. Русская конституция ужасная. Так сказать, не в частях, отвечающих за права человека, а в частях, отвечающих за государственное управление. А российская конституция, это конституция монархии. Абсолютной монархии. Это конституция, отдающая полное, абсолютно полномочия президенту Российской Федерации, который может своим указом менять законы, постановления правительства, назначать, убирать губернатора. У нас, более того, уже были конституционные реформы. В смысле, не глобальные, но стопостатейные. Поэтому, так сказать, ничего ужасного в том, что вот этот перекос ельцинский, тут к вопросу о нашем с вами разговоре в рекламной паузе, это же ельцинская конституция. Это Ельцин вот эту конституцию продавил, да, когда все, абсолютно вся власть принадлежит президенту, и не существует никакого парламента. И это в итоге привело к тому, что парламент превратился в паспортный стол, который просто ставит штампики на присылаемых им законом. Вот, и если будет действительно конституционное изменение в пользу перераспределения полномочий от администрации президента, от Кремля в сторону парламента, между прочим, двухпалатного парламента, в сторону суда, что очень важно, да, в сторону конституционного суда, и так далее, я как раз в этом не вижу ничего плохого. Другое дело, более того, наверняка будет найден какой-то новый, придуман новый конституционный орган, который позволит, так сказать, сохраниться нынешнему руководству без выборов, бесконечно. Да, но в реальности в самой конституционной реформе, в самом факте конституционной реформы, я лично не вижу ничего плохого, потому что конституция ужасна. Зачем тогда нужна такая конституция, вспоминает цитата? Тогда, кстати, была другая конституция. Когда эта цитата была, тогда была как раз отличная конституция. Она была советская, конечно же, конституция, но это была конституция очень уравновешенная. Это была конституция с парламентской республикой, гарантирующая парламентскую республику, гарантирующая свободные выборы, гарантирующая вот этот самый баланс властей, потому что баланс властей – это когда власти обязаны договариваться друг с другом, одна власть с другой. Вот что произошло в 1993 году? Одна из властей и другая власть отказались друг с другом в конечном итоге договариваться. И пришлось решать этот вопрос путем танков. А на самом деле смысл вот этого самого баланса как раз заключается в том, и смысл устойчивости государственного механизма заключается в том, что одна часть обязана договориться с другой, потому что это в интересах народа. Вы верите в то, что нынешняя власть способна провести такую конституционную реформу, чтобы сделать такую конституцию, которая будет этот самый баланс и соблюдать? Я верю, что нынешняя власть проведет конституционную реформу в пользу парламентской республики для того, чтобы увеличить срок своей собственной службы. Но это в итоге на пользу? В итоге, скорее всего, это может быть на пользу. Еще одна тема, которая связана с регионами. Мы говорили о том, что происходило в регионах на выборах. Губернатор Санкт-Петербурга Ксения Собчак. Вам такой сценарий нравится или нет? И насколько он вам кажется реалистичным? Я так не хочу говорить про Собчак. Но давайте я так скажу вам. Пока живы последние люди, которые имели отношение к 90-м. Пока живы последние люди, которые видели Дом-2. Пока живы последние люди, которые помнят выборы президента 2018 года. В городе Петербурге не будет губернатора с вамилией Собчак. Я вам более того скажу. Город Петербург все-таки достоин губернатора, за которого могут проголосовать по любви, а не от ненависти. И Петербург, этот огромный и выдающийся город, вполне себе родил и воспитал много таких людей. И это не Ксения Анатольевича. Почему? Ну так вот, вы же спросили мое мнение, я вам ответил. Почему? Это второй вопрос. Это не значит, что я считаю, что Ксения Анатольевна вообще ничем не должна заниматься. Просто я считаю, что в городе Петербурге будет другой губернатор. Я абсолютно в этом убеждаю. Вернее так, это невозможно. Город за это не проголосует. Не проголосует. В городе есть бесконечное количество людей, к которым относятся в этом городе серьезно. И которые действительно могут быть полезны и городу, и отношениям, и в контексте отношений между горожанами и центром России и Петербургом, Кремлем и Смольным. Таких людей может быть очень много. А город Петербург, вне всякого сомнения, должен возродиться. Он умирает. Так получилось, к сожалению, что город Петербург очень медленно в разнообразных формах разлагался и умирал. Несмотря на то, что у нынешнего руководства страны есть к этому городу отдельные особые отношения, и они бесконечно как-то это отношение показывали. Но те люди, которые этим городом управляли на протяжении многих лет, это люди, которые были не способны вообще ничем управлять. А городу нужен человек, который бы любил этот город, эти дома, эти разрушающиеся подвалы, эти гнилые каналы, и хотел бы, чтобы они были не гнилыми. Но зато я знаю, что есть огромное количество людей, которые действительно могут этим городом по-настоящему хорошо управлять, действительно, став выдающимся губернатором. Алексей Леонидович Кудрин, например. Если бы кто-то ему это позволил сделать. На этом мы закончим сегодняшний эфир. Это был журналист Антон Красовский. Спасибо.